Благослови Господь! Потому что он достоин, слава Богу, аллилуйя. Это когда-то ходил по улицам, я всегда это говорю и смеюсь, улыбаюсь. Маленький ребенок говорит, мама, мама, аллилуйя идет. Потому что ребенок слышал всегда от меня по телевизору слово аллилуйя. Ребенок подумал, что так меня зовут. На самом деле меня зовут пастор Генри Мадава. Не пастор Генри Мадава, а просто Генри Мадава. Пастор – это титр, который меня называют в Киеве. И я рад, потому что я проповедую Евангелие. И с вами сегодня мы в эфире «Голос Победы». Потому что во Христе Иисусе всегда есть победа. Вообще-то, когда приходит победа, что она нам дает? Победа дает нам царствовать в жизни. Смотрите, если бы победа ходила за тобой всегда, куда бы ты не пришел, там победа. Как мы тебя называем? Мы назовем тебя царем. Ты царствуешь в жизни. Заметите, план Божий, чтобы мы царствовали в жизни Иисусом Христом. То есть, куда бы мы не пришли с Господом Иисуса, можно не оказаться под обстоятельствами, под ситуациями, а выше них и царствовать, и выйти победителем. Эта проповедь важная. Рекомендую не слушать самому, а пригласить всех близких. И кто где-то, позвоните, слушай проповедь. Важная будет. Бог тебя благословит. Давайте вместе будем слушать проповедь. Первая книга Петра, послание Петра 2 глава 9, 10 стих. «Но вы, род избране, царственное священство, народ святой, люди взятие в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего на вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилование, а ныне помилование». Исходя из того, что мы читали только что, проповедь называется «Царствование в жизни Иисусом Христом». Бог нас призвал царствовать. Это не имеется в виду над другими людьми, но мы призваны царствовать. Первое. Библия говорит, мы были потеряны. Мы были не народ, а теперь мы Божий народ. Второе. Мы избрали царственное священство. Царственное священство имеется в виду мы и цари, и священники. В Библии не так много встречаем людей, которые имели эти два призвания одновременно. Самого первого, кого мы встречаем, он был и царем, и священником. Это был Мелхиседек. Он был и царем, и священником. Иисус стал тоже царем и священником. А мы через Иисуса Христа, мы также стали царственное священство. Мы и цари, и священники для нашего Бога. Для чего? Мы не цари и священники просто чтобы быть. Есть цель. Какая? Какая? Чтобы возвещать, по-другому показывать, выражать, дать людям видеть, заметить. Совершенство или способность и красоту нашего Господа Бога. Колоссианам 1 глава 12 и 14 стих. Библия говорит. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ввершего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Иисус победил царство тьмы. И мы с вами призваны царствовать, побеждать через Иисуса Христа в нашей жизни. Царство тьмы помнит нас, что мы были, но пришел Избавитель, и мы избавились. Заметите, что сегодня мы из тех, которые были избавлены. И согласно римлянам 5 главы 14 по 17 стих, Библия говорит. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившим подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Теперь внимательно. А дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного преступника к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Теперь слушайте. Ибо если преступлением одного смерть царствовала... Замерите, как смерть нашел свой доступ к царствованию через преступление одного, посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати, благодать не в дефиците у Бога, и дар праведности, благодать и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Замерите, что здесь говорится, что есть группа людей, которые будут царствовать. Это те, которые имели соприкосновение с благодатью, которые от Бога и дар праведности. Вот эти люди призваны, согласно римлянам, которые мы читали, царствовать в жизни. И эта группа людей – это мы с вами. В чем же мы должны царствовать? В чем? Три направления, в которые мы царствуем в жизни посредством Господа Иисуса Христа. Три направления. Первое. Мы царствуем над грехом и над последствием греха. Номер два. Мы царствуем над обстоятельствами жизни. Они нам не цари. Мы над ними царствуем. Три. Мы царствуем над дьяволом и над силами тьмы. От любой из этих вещей, в принципе, это все, что есть на этой земле. Когда мы с ними сталкиваемся, мы с вами призваны царствовать Иисусом Христом. Мы поняли, над чем мы царствуем. А теперь возникает главный вопрос сегодняшнего дня – как царствовать? Первый метод, как мы царствуем, исходя из того, что мы читали, где посредством одного мы царствуем. Номер один – это сила благодати. Человек никогда не сможет царствовать в жизни, пока не уловил и не понял, что такое Божья благодать и какая есть сила в этой Божьей благодати. Благодать – это Божий метод дать нам царствовать и победу в жизни иметь. Победу. Благодать – это незаслуженная милость, дающая, то есть милость, которая дает нам силу и способность от Бога. Очень интересная история, связанная с женщиной, которая была поймана в прелюбодеянии. Евангелие от Иоанна 8 глава 3 по 11 стих. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую прелюбодеяния, и поставили ее посреди. И они говорят – учитель, эта женщина взята прелюбодеяния. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Они это говорили ему не чтобы его хвалить. Нет, читаем дальше. Говорили же это не потому, что они признают его учительскую способность, а искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. То есть, они знали, Иисус не согласится на побиение женщины камнями. Они это знали. Но они знали, что он скажет – бить камнями. Римляне скажут – он дал убить женщину. И римляне его арестуют. Если отпустить ее, то он нарушил закон Моисея. Вот называется – тут тигр, тут лев. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, они не молчат, они продолжают. «Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брос на нее камень». То есть, он не отрицал Моисея. Грешно – да. Надо бить камнями – да. Но, кто из вас без греха, бросайте камень, первый. И поймать его никак. И опять, наклонившись низко, писал на земле. И тут начала работать Духа Святого – обличать во грехе. Они же, услышав ту, и будучи обличаемы совестно, стали уходить один за другим. Притом молча, начиная от старших, у них жизнь не подольше. Они успели немало согрешить до последнего. Молодые они, ну, еще там, пару грехов сделали. Поэтому позже ушли. И остался один Иисус и женщина стоящая посреди. Теперь смотрите действие благодати. Начинается. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей. Тут уже не молчит он. Он говорит, женщина, да, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она сама в шоке, да? Никто, Господи. Иисус сказал ей, я не осуждаю тебя. Иди, а впредь не греши. Я хочу это соединять еще с одним человеком. Иоанн Пьер 14. Потому что то, что Иисус здесь сказал, до этого он еще другому человеку говорил. Только я хочу концовка 5 главы. А женщина 8, а в 5 это раньше. Иисус еще с одним человеком. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Действие благодати в жизни. Сила благодати. Первое. Женщина виновна. Грешна. И это плохо перед Богом и перед людьми. Второе. Когда ее привели к Иисусу. Иисус задает ей вопрос. «Женщина, где твой обвинитель? Никто тебя не осудил? Нет, Господи». Хотя она грешна. Она не сказала. «А я же не грешна. Я чистый». Нет. Вообще тут нечего качать. Называется права. Иисус не сказал. «Я тебя не осуждаю и одобряю твой образ жизни». Нет. Иисус не одобрил ее образ жизни. Иисус сказал. «И я тебя не осуждаю». Благодать – не заслуженная милость. Женщина заслужила милость? Нет. Нет. Что заслужила женщина? Камни. Что заслужила женщина? Позор. Что она заслужила? Побиение камнями. Что она получила? «Не осуждаю тебя». То есть, ага. Чтобы не осуждать, это надо ее простить. То есть, другими словами, Иисус ее простил. А почему нас Иисус простил? А потому, что он умер за эти грехи. «Я тебя прошаю». Это один из методов, как в жизни царствовать. Смотрите, что он сделал, когда он сказал, не осудил тебя, не осуждаю тебя, он этими словами снимал с нее чувство вины. «Не». Многие люди, у них есть дерзкие отношения в жизни. Согрешили, согрешили, обманули всех. И они говорят, «Да это меня не касается, я свободен во Христе Иисусе». Но одно, что не уходит, это чувство вины. И я хочу, чтобы вы заметили, почему Иисус мог ее простить, почему Иисус мог снять чувство вины. Потому, что она перед Ним не пряталась. Она открыта, все как есть. Если бы она начала сказать, Иисус, они неправду сказали. Я на самом деле, Он бы все это не делал для нее. Он это все сделал только потому, что она вот как есть. Вот многие люди не получают благодать Божию, потому, что они начинают вот это перекрывать, то еще, еще, еще. Не работает. Благодать требует открыть. Иисус снял ее позор. Иисус снял унижение. И смотрите, что дальше говорится. И Он говорит, «Иди». Иисус отпускает ее. Но только больше не греши. Что Иисус сделал? Что делает благодать? Иисус вернул ей границы, которые были потеряны. В ее образ жизни были раньше границы, которые она не пересекала. Потом эти границы потерялись. Иисус их восстановил. «Иди. Только вот твои границы. Хорошо. Так и живи дальше». А этому, который Иисус нашел возле купална. И Он его исцелил. Он потом его нашел и сказал, «Слушай, только не греши больше, чтобы тебе не стало еще хуже». Благодать прошает, снимает чувство вины, снимает позор, убирает унижение, дает тебе полную свободу внутри, как будто никогда в жизни не грешил. Но после восстанавливает твои границы и говорит, «Иди». Все снято. Только впереди не греши. Иначе будет с тобою хуже. Иисус защитил ее и помог ей не жить в этом грехе больше. Когда Иисус говорил, «Иди, больше не греши», Он в этом дал ей силу, способность Божия сопротивляться этому греху и победить. То есть, благодать не только прощает, благодать дает силу, чтобы дальше ты мог побеждать. Халлелуя. Номер два. Иисус победил за нас. Евангелие от Иоанна 16 глава 32 по 33 стих. «Иди, вот наступает час, и настало уже, что все рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Я сказал вам, чтобы вы имели во мне, во Иисусе Христе, мир. В мире будете иметь скорбь, но мужаетесь. Я, это Иисус говорит, победил мир». То есть, Иисус победил ради нас. Поэтому Он дает нам право быть мужественными и пользоваться Его победой. Это мы не начинаем новые кулачные бои с демонами. Нет, мы вообще не можем это делать. Но Иисус 2000 лет тому назад одержал победу. И когда мне это открыто, то моя победа в том, что Иисус сделал для меня, а не мои физические сражения. И вот это победа Иисуса Христа. Это то, чем мы сегодня царствуем над обстоятельствами, над скорби, демонами, нечистыми духами, проблемами. Иисус победил. Слав три месяца назад на работе сильно потянул спину. И ему даже скорую вызывали, кололи уколы из-за боли. И сейчас боль полностью прошла. Сейчас прошла боль когда? Да, боль прошла. Вот буквально после конференции боли еще немножко ощущались. Но вот сейчас, когда я молился, как будто вот так, не знаю, пояс теплый обмотали. Вот горячий прям. И боль просто, ну, щукнула. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Иисус Христос воскресший и живой. Иисус Христос воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. Это так хорошо. В жизни бывает, встречаешь проблемы, вы знаете, как радостно, когда ты знаешь, через час я буду в победе. То есть, не важно, что ты встречаешь в жизни. С Иисусом Христом встречай, зная, что будет победа. Самоугрожающие сложности, проблемы, болезни, тяжести встречай, зная, что с тобой Господь, и ты будешь царствовать над этой ситуацией. Для этого Иисус в твоей жизни. Ой, пастор Генри, а он не в моей жизни. Тогда я предлагаю, прими его сейчас в твое сердце. И когда он с тобою, он даст тебе победу. Помолись такую молитву от всего сердца. Скажи со мной, Отец Небесный, прости мои грехи. Дай мне новое начало. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренне, теперь он в твоей жизни. Источник победы теперь живет внутри тебя. Тот, кто дает тебе царствовать, он уже в тебе. И он готов тебе помочь. И первое, в чем он тебе поможет, это исцеление с твоим здоровьем и со всеми остальными обстоятельствами жизни. Я прямо сейчас хочу помолиться, чтобы этот Бог, любящий, который вошел в твое сердце, начал исцелять тебя, помогать тебе и поднять тебя царствовать над обстоятельствами. Если у тебя есть болезнь в теле, возложи рук, где болит. И если у тебя обстоятельства плохие, возложи на сердце, и мы сейчас помолимся. Господь, благодарю тебя, что ты есть Бог всемогущий. Для тебя нет ничего невозможного. Поэтому во имя Иисуса я приказываю болезни и немощи уйти во имя Иисуса. И все ветры, сопротивления, проблем, трудностей, которые пытаются уничтожить людей, я приказываю уйти во имя Иисуса. Против тебя кровь Иисуса, против тебя Дух Божий. И поэтому отступись и уйди прочь во имя Иисуса. Аминь. Я так рад, что сегодня мы были вместе. Благодари Бога. Он делает чудо в твоей жизни. Напиши нам об этом. Мы будем очень рады. Пусть Бог тебя благословит. Давайте мы встретимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok